Скоро, Миш, Новый год. Да, ты что? Да, я надеюсь, ты посмотрев на календарь. Время пролетит незаметно, и мне очень интересно, как телевизионные каналы, как ты думаешь, они смогут снять все эти новогодние огоньки, которые обычно снимает каждый телевизионный канал на Новый год, без российских звезд шоу-бизнеса? Потому что отношения между странами такие себе уже, и многие из них позволяют себе какие-то сепаратистские высказывания. Ну, знаешь, не знаю, как выкрутятся телеканалы, но живу российских прим в Украине пока что не видно. Хотя, как заявила наша допытливая Аня Алицкая, сами россияне уже подбивают клинцы до украинской аудитории. Вы из Украины. Можно я вас покажу? Мы любим Украину, любим украинский народ. У меня мама украинка, бабушка покоронена в сумах, братский народ неотделимый. Ну что, вы еще не соскучились за старыми добрыми российскими артистами? Давайте выясним, можем ли мы рассчитывать, что они не приедут больше к нам никогда. Они взвезгливо осуждали наш Майдан. Никто не ходит на этот Майдан. Тишащий, по их мнению, бомжами и крысами. Причем не платежеспособными. Мы в лучшем случае на Украине заработали 1% от тех доходов на территорию России и всего мира. Эти понты Йося кидал весной. Тогда Аня с Лерой решительно впряглись за аннексию Крыма. Я поздравляю всех на Россию и Крым! Мы вместе! И теперь собирают бонусы. Певицы запретили въезд в Латвию. Мы написали письмо президенту, должен дать ответ. Ждемся. Валерия – человек, который несет добро. Но британские таможенники в этом явно усомнились и полдня мурыжили Леру в аэропорту. Ждемся. Рискуя сорвать ее лондонский концерт. Думали, что приеду, не приеду, впустит страну, не впустит. Целевая аудитория, ну, очень переживала. Да, 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 мы на концерт пришли. Мы за Валерию, против их кумира. Организовали акцию протеста. Путин, вот старт! Но Путин! Ну, были провокации. Наши соотечественники с украинскими флагами. В Крыме концерты есть? В Крыму не были, к сожалению, со времен его перехода в состав Российской Федерации. Да ладно! Неужели ребята свое уже открымняшили? Поверьте мне, так как я люблю Украину, наверное, даже украинцы не любят. Мы любим Украину, любим украинский народ. Мне Порошенко симпатичен. Мне очень нравятся «Океан Эльзы». Мне вообще нравятся украинские режиссеры. Очень мне понравился один разговор с одним режиссером украинским. Позвонил и говорю, вы знаете, хотелось бы поработать. Я ненавижу вашу страну. Хорошо рядом не было, он бы плюнул, наверное. Я даже пожалел, что я позвонил. У Коли Баскова тоже случилась подобная неприятность. Я недавно был в Вене, сидели украинцы за столом рядом. И они показывали свое пренебрежительное отношение. Николай, пользуясь случаем, попросил нас учесть. Как раз с предыдущей властью я не поддерживал никаких отношений. Я не пел ни на одном дне рождения Виктора Януковича. Меня охватывает горе. Когда не был в фаворе его, я тогда пострадал из-за того, что я выступил в поддержку Юлии Тимошенко. И главное. У меня мама украинка, бабушка покоронена в сумах. Вы с Украины. Как, можно я вас поглажу? Я говорю, папа русский, мама. Ахлушка. Тем более, что у Валерии есть украинские корни. Любовь к Украине у российских артистов, похоже, зашкалила. Я написал песню, она называется «Два голоса». Для двух артистов. И чтобы эту песню, наконец, я бы спел с кем-то из украинских артистов. Может, связь о Славову Горчаку предложить? Я готов. Хочется, чтобы настоящий мир, чтобы мы уважали, как минимум, и любили друг друга. Мне приходят такие письма. Люди, которые находятся в тяжелых ситуациях, это очень больно читать, просят устроить на работу. Тая Павали среди них? Я думаю, что Таисия Павали переживала многие кризисы в своей жизни. Но так когда же их ждать к нам? Вы понимаете, сейчас, на самом деле, я не буду врать, не зовут. Сейчас там, где страдают, погибают люди, ну, как-то не до песен. Украину не приглашают? Или вы все-таки боитесь провокации? Во-первых, я, по-моему, я запрещена ко въезду, поэтому кто это, кто решится? Когда вас ждать к нам в Киев? Я не хочу вызывать никакими с вами поездками и никакими с вами концертами, никаких провокационных суждений. Вы собирались к нам в Киев, но потом отменился концерт. Это организаторы, не только меня, но и других артистов, решили фирму свою аннулировать, вот, и просто не заниматься этим делом. На камеру они говорят, что не приедут, а если заказать их на корпоративчик? Лолита, здравствуйте. Да, добрый день. Хотим вас пригласить на корпоратив в Киев. Это возможно? Можно. Единственное, просят заказ гимн Украины спеть. Я просто не знаю гимн Украины. Так что националисты гуляют. Насколько возможно заказать Наталью в Киев? Именинник просит спеть ему гимн Украины. По-моему, она даже его не знает. Может быть, гимн Америки можно спеть? Вы узнаете, сколько он планирует заплатить? Если что, выучим гимн, может быть, если нужно будет? Ну, посмотрим, да. Ой, гимн Украины вряд ли. Слушайте сначала ваше предложение на планке. Если гимн Украины... Девушка, давайте вы спросите, кто, где, когда, что, какая компания. Ну, вот насчет Киева я, конечно, не уверен. В Киев не едем в феврале месяце и как-то не планируем пока. Вот видите, Басков остался верен своему слову. А вот Валерия... Ну, вы знаете, ничего нет невозможного. Но, вы же понимаете, что не самый простой момент и не самая простая история. Ну да. Вот сейчас пойму, что у нас там. А вот Валерия явно не хочет отказываться от нашего скромного украинского процентика. Мы в лучшем случае на Украине заработали 1%. Но не факт, Йося, что заработаете когда-нибудь еще. Продолжение следует... Украина... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»